Ребят, всем привет-привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейн. И сегодня на моем видео будет обзор нового iPhone Max X Pax Shrex. Я просто забыла, как он звучит. Сейчас я его смотрю. Официальное название этого iPhone X Max. Почти угадала. Ребят, и заранее хочу извиниться перед теми, кто не может позволить себе купить новый iPhone. Я знаю, что в наших странах СНГ нужно вывалить сразу полностью сумму, либо пойти взять телефон в кредит. Я вас не призываю к этому действию. В странах СНГ этот телефон стоит очень дорого. Если переводить с доллара на рубли, либо на деньги, либо на гривны, получается невероятная какая-то сумма, которая не складывается в голове, и люди либо залазят в кредит, либо просто не могут позволить себе купить этот телефон, либо там продают почку. Но это кошмар. Дело в том, что я сейчас проживаю в США, и здесь другие абсолютно условия. Я вам о них расскажу. Здесь телефон выходит очень недорого, относительно недорого. И платите ежемесячно определенную сумму, примерно 70 долларов в месяц с мобильной связью. Здесь просто очень дорогая мобильная связь. Я за прошлый телефон платила столько же, сколько я буду платить за этот телефон. Но я вернула свой предыдущий телефон. То есть iPhone X я вернула. Это тоже отдельная история, как смешно они принимают обратно телефоны. В наших странах, если бы, мне кажется, существовала такая система, может она сейчас существует, я не знаю, у нас бы тщательно проверяли телефон, который вы возвращаете. Я уверена в этом 100%. Люди бы проверяли, включали, проверяли, все ли кнопки работают, все ли в порядке. Здесь же вообще ничего не проверяют. И здесь такая система, вы приходите и можете поменять свой старый телефон на новый, когда новый выходит. Казалось бы, звучит супер, да, то, что вы можете принести свой старый, обменять на новый, но есть свои но. Во-первых, ваш телефон должен как минимум 10 месяцев быть в использовании вами. Если меньше, то вы платите потом за каждый месяц, сколько там не дошло до 10 месяцев. Например, я пользовалась 7 месяцев, соответственно, я за 3 месяца заплатила им, прежде чем вернуть, обменять на новый телефон. Потому что по контракту я должна пользоваться телефоном 10 месяцев. Если меньше, окей, плати за каждый месяц, как будто бы ты и дальше продолжаешь. А затем можно поменять контракт. Ваша сумма, конечно, уменьшится, потому что вы возвращаете старый телефон, вы уже за него заплатили, меняете на новый. В общем, там свои заморочки. Это стоит недорого, относительно, если вы продолжаете платить ту же сумму, к которой привыкли, в принципе, и она уже у вас заложена в бюджете. Каждый месяц, то для вас это не проблема поменять на новый телефон. Абсолютно, совершенно устраивал мой старенький, старенький, новенький iPhone 10. Поменяло, потому что мы купили изначально 64 гигабайта памяти, которых мне абсолютно не хватало. Я сходила с ума, я постоянно удаляла свои видео. Каждый месяц у меня появлялись новые приложения, я их закачивала для обработки фотографий. Там какие-то банковские приложения, еще там погода тролливали. И мне приходилось очень часто удалять свои фотографии, чистить библиотеку от видео, от фото, потому что я всегда фотографирую, я работаю с телефоном, потому что я блогер. Я снимаю видео на телефон иногда, когда у меня садится батарейка на моей камере. В общем, очень много нюансов, мне 64 не хватало. Собственно, я ответила на ваш вопрос, почему пакет у меня не Apple, а Sprint. Все так было смешно, они очень хотели распаковать его при мне. Я просила и всячески объясняла им, что не распаковывайте этот телефон, потому что мне нужен он в коробке, потому что я буду делать анбоксинг на своем блоге. И они пытались узнать, что же у меня за блог. Я всячески скрывала, потому что я не очень люблю хвастаться или рассказывать про свой блог. В общем, когда она вынесла мне мой телефон, он был запечатан в такой вот бумажке. В этот раз я выбрала iPhone в золотом цвете, потому что предыдущий мой телефон был серебряный. Как бы поменял этот стиль. 256 гигабайт, и я надеюсь, что мне их хватит. Еще так было смешно, я думала, они мне его распечатают, ставят симку. Оказывается, в Америке нет сим-карт, потому что у меня от моей мобильной связи телефон. И я хотела переставить сим-карту. Оказалось, что у моей старой модели не было сим-карты. И я говорю, а как я его активирую? Он говорит, не проблема, вы должны его просто включить, и он у вас сразу активируется, этот телефон. Давайте вместе с вами его сейчас распакуем. Я надеюсь, что вам понравится этот глупый обзор. Что я не профессионал, у меня нет на канале этих обзорных видеотехники. Хотя пару раз я обозревала какие-то камеры, компьютеры, но чисто со своей женской стороны, женской логики. Давайте приступим. Ну вот сразу здесь вот есть такая вот пленка, за которую нужно потянуть. Здесь даже стрелочка зелененькая. Потяните и снимите пленку с вашей коробки. Так. Ну что, теперь мы распаковываем саму коробку. Я видела, как в интернете сравнивали планету с почкой. Потому что настолько дорогой айфон, что якобы изобразили почку, которую люди продают, чтобы купить айфон. Айфон ужасный. Не продавайте свои почки. Это глупо. Все. Только я так могу сделать. Из Калифорнии прибыл мой телефончик. Спасибо. Я люблю Калифорнию. Так. Ну здесь у меня что? Вкладыш. Во вкладыши есть, как обычно, наклейка Apple и инструкции. Плюс еще булавочка для симки. Для симки, которой нет. И вообще, мне так обидно, что только для Китая и Индии, да, вроде выпустили айфон с двумя симками. А почему-то для наших стран нет. Обделили. И все удивляются, зачем две симки, зачем две симки. А я вам скажу, зачем. Например, я сейчас нахожусь в Америке, и у меня второй телефон с второй симкой, с казахстанским номером, на который привязаны банковские карты. Казахстанские банки, которые не могут переделать номер телефона на американский номер, потому что только Казахстан. Я была бы не против, если бы в этом айфоне было бы две симки. И в коробочке такой невинный айфончик красивейший, да. Хотелось бы, чтобы еще наушники были, знаете, нормальные, без проводов, но нет, они с проводами. И зарядное устройство классическое, как и во всех предыдущих моделях. Я держу этот айфон как произведение искусства, потому что он стоит бешеных денег, и будет очень обидно, если он упадет и разобьется. Покрытие здесь зеркальное, и цвет, мне кажется, не чисто золотой, а такой розово-золотой. Включается телефон теперь сбоку, хотя вроде сверху был включатель на X, не помню. В общем, нажимаем. Надеюсь, он заряжен. Так, заряжен. Вижу, вижу. Я знаю, что сейчас будет очень долгий процесс загрузки всяких моих данных, и нужно будет подключить его к компьютеру, но я не буду все это дело показывать, я уже потом покажу, когда он синхронизируется с моими старыми данными, и продолжу съемку. Теперь посмотрим, как он вообще включается. Пока я настроила другие параметры, мне нужно теперь идти к iTunes подключать, либо к iCloud подключаться, но я больше доверяю iTunes, мне кажется, это будет намного быстрее, так что я пошла. И знаете, в чем была самая основная проблема? Почему так долго? Я примерно час пыталась подключить компьютер к своему телефону новому. А все потому, что у меня не Apple, компьютер, и оказывается, нужно было обновить iTunes. Обновление появилось только несколько дней назад, и я все время отклоняла, такая типа, потом-потом. Оказывается, чтобы все это дело запустилось, нужно было новую версию установить на компьютер. Я об этом потом прочитала в Google, когда погуглила спустя час или полтора. Так что да, у меня теперь в руках новый телефон, но только со старой начинкой. Все мои старые приложения теперь здесь. Ура, слава богу. Все, теперь я хочу проверить камеру, но я сейчас ее в темноте никак не проверю. Либо самовнушение, либо камера лучше. Прям реально лучше. Фронтальная. Окей, тогда видео попробуем. Пропробуем. И видео, мне кажется, лучше. Не знаю. Самовнушение, не самовнушение, но мне реально кажется, что камера фронтальная офигенная. Ну, первое впечатление, взяв в руки этот iPhone, он ничем не отличается от iPhone X, разве что своими размерами, новизной и так далее, цветом и тяжестью совсем немножко в граммах. Но камера, да, она немного получше, фронтальная я заметила, еще не совсем разобралась с другой камерой. Теперь я удостоверилась в том, что этот телефон подходит под мой рост, потому что у меня рост 1,80 м, и мне нужны крупные гаджеты. Не, на самом деле он мне очень нравится, хотя, может быть, он такой же, как X, но больше, но камера немного лучше, но, в принципе, по дизайну, по ощущениям он такой же, как X. Например, для меня, как для видеоблогера, этот телефон идеальный, потому что он пишет видео в 4K, фото снимает шикарного качества, и плюс ко всему он водонепроницаемый и так далее. Я люблю iPhone, я пользуюсь ими очень давно, и я привыкла, не хочу, мне как-то не комфортно с другими гаджетами. Может быть, вам наоборот, комфортно с другими гаджетами, вы привыкли к абсолютно другим моделям, но не к iPhone. И, пожалуйста, не ругайтесь в комментариях, потому что я уже представляю, что, может быть, там написано и iPhone лучше, и Samsung лучше, и LG, и Huawei. Если у вас нет денег на супердорогущий iPhone, не нужно искать варианта, чтобы его купить, чтобы быть в тренде, потому что никто на это не обращает внимания, и не важно, что у вас последний iPhone, особенно в Америке, никто не обращает на это внимания, все ходят с обычными моделями, в то же время они могут позволить себе новые телефоны, потому что их дают беспроцентные кредиты. iPhone пользуются все, начиная от техперсонала, заканчивая олигархами. То есть у всех есть iPhone. И американцам очень легко его купить, или взять беспроцентный кредит, лизинг, или просто бесплатно. Даже бывает бесплатные акции возьмите, только пользуйтесь нашей сотовой связью. То есть это все очень доступно. Но в наших же странах это все как культ какой-то. То есть появился новый iPhone, он обязательно должен быть у всех крутых, или кто считает себя крутыми. Заплатить столько денег, включая девальвацию, это вообще немыслимо. А дать столько денег, как вы можете потратить на два лэптопа. Реально, за 500 долларов можно купить два ноутбука. И это немного, конечно, странно. Но здесь в Америке все по-другому. Здесь почти каждый человек может себе позволить в кредит или просто взять там этот телефон. И он не имеет никакого значения. Люди его берут не ради понтов здесь, а ради качества, фотографий. Просто то, что что-то новенькое. Им интересно, почему бы и нет. Они тратят деньги в свое удовольствие. Поэтому не гонитесь за гаджетами. Я говорю еще раз, что предыдущие модели Apple, айфонов, именно они ничем не худже. Та же семерка, восьмерка, десятка. Они офигенные. Они очень классно снимают. Фотографии супер. Видео обалденнейшее. Не обязательно каждые полгода менять себе телефон. Мы это делаем, потому что мы блогеры. И плюс ко всему, здесь еще в Америке все это доступно. Это нет проблем. Поэтому не обращайте на нас внимание. Не берите нас, как за пример. Мы являемся просто обозревателями. Ну что, все мои приложения уже загрузились. И теперь я буду радовать вас новыми фотографиями в своем инстаграм. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Мне кажется, оно было такое странное, такое дурацкое. Я что попала? Я абсолютно непрофессиональный обзорщик гаджетов. Мне захотелось распаковать эту коробку вместе с вами. и поделиться своими первыми впечатлениями. С вами была Женя Гейн. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Пока-пока.